МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СМОТРИ ВОБА! Программа о новостях и тех, кто их делает. В студии Андрей Черкасов. Здравствуйте. Мы ищем информацию из разных источников, сравниваем и представляем на ваш суд. В ближайшие полчаса о том, чем были заняты СМИ на этой неделе. Сегодня в программе. 1-1. Европа проголосовала. Изменится ли в ближайшие месяцы политический облик Евросоюза? От выдуманных новостей до настоящих пуль. Как информационные фейки проникают в реальную жизнь? Балтийские страны. Линия фронта в информационной войне между Россией и Западом. На страже духовных ценностей президент Путин подписал новую доктрину информационной безопасности. Пока ничья. Итоги избирательных кампаний, прошедших в минувшее воскресенье в Италии и Австрии, показали, что Европа остается на перепутье. Здесь в одинаковой мере сильны явно противоположные настроения. Конфронтация и солидарность. Изоляция и открытость. Политический популизм, благодаря которому партии правого толка набирают очки, споткнулся на президентских выборах в Австрии. В Италии картина иная. Конституционная реформа, задуманная премьером, провалилась. А вместе с ней и политическая карьера самого Матео Ренца. Он уходит в отставку. Как российские и западные СМИ восприняли результаты голосования? В первом материале нашей программы. Первое воскресенье зимы стало днем голосования сразу в двух европейских государствах. Следили за результатами СМИ из разных стран. Важнейшие политические решения сегодня принимают жители Европы. Наступает время шоу. Дуэль между Вандербелленом и Хофером в Вене. Каждый претендует на пост президента Австрии. После оживленной пропагандистской кампании и после двух лет дискуссий в парламенте последнее слово о конституционной реформе в Италии скажут граждане. Голосование в воскресенье, 4 декабря. Очень многое зависит от этого голосования. В Австрии выбирали президента. И все шансы занять эту должность были у крайне правого кандидата. Но этого не случилось, и европейские СМИ вздохнули с облегчением. Австрия сделала свой выбор. Новым президентом станет Александр Вандербеллен. Поставленные перед жестким выбором между крайне правым популистом и проевропейским экологом, австрийцы предпочли последнего. Российские медиа плохо скрывали разочарование. То, что сегодня произошло в Австрии, для Европы своего рода либеральный отскок. Но быстро переориентировались. Вандербеллен с ностальгическим чувством смотрит в сторону Москвы. Его отец будущего президента родом из Пскова. Назвать Вандербеллена антироссийским политиком точно нельзя. Совсем иную реакцию вызвали результаты итальянского референдума. Граждане отбросили реформу Конституции, предложенной премьером Матео Ренци. И он, как и обещал, подал в отставку. Западные мидии встревожены под угрозой Евро и целостность Евросоюза. На конституционном референдуме победили те, кто голосовал против. Главы европейских государств обеспокоены отставкой Ренци. Популисты из движения «Пять звезд» требуют немедленных выборов. Ближайшие несколько недель будут критическими для Италии. Волнение в Евросоюзе обрадовали российские СМИ. Хотя они и называли Ренци пророссийским политиком, но на его преемника возлагают еще большие надежды. По-российски вектор, на мой взгляд, все больше набирает силу. Чао, Ренци! В Италии народ выступил против брюссельской диктатуры. Что касается соотношения еврооптимистов, евроскептиков, да, евроскептики пока на коне. В Европе придется платить больше там. Итак, что ждет Европу в ближайшие месяцы? Изменятся ли политические приоритеты стран-членов Евросоюза? И какая Европа выгодна для стратегических интересов российской власти? Спросим об этом историка, обозревателя русской службы радио «Свобода» Ярослава Шимова. Ярослав, спасибо. Российские медиа внимательно следили за голосованием и в Австрии, и в Италии 4 декабря. Можно ли говорить о том, что сейчас какая-то ничья сложилась, что в Австрии победил либеральный кандидат? Тут я бы сравнил с военной компанией. Вот идет некая военная компания, в ней соревнуются, так сказать, в ней воюют две армии. Одна выигрывает, другая проигрывает в ряде сражений. И тут происходит одна небольшая, но Австрия все-таки страна не самая важная, одна небольшая победа этой проигрывающей стороны. Непонятно, как дальше пойдет компания. Является ли это переломом в ходе всей войны, или это просто частный успех? После выборов победы Трампа в Соединенных Штатах, ну, наверное, на время Соединенные Штаты перестали занимать верхнюю строчку в списке врагов России. На это место сейчас вышел Европейский Союз. Эта ситуация, если популистские крайне правые партии будут набирать силы и будут побеждать в Европе, позиция Европейского Союза изменится в глазах России. Понятно, что европейский интеграционный проект, он Кремлю не выгоден. Если представить себе, допустим, что Марин Лепен избирается президентом Франции в будущем году, ну, тогда вообще весь европейский проект может выглядеть очень сильно по иному. Как вот в российских медиа, да и вообще в России, уживается, с одной стороны, поддержка крайне популистских правых партий с осуждением, громким осуждением национализма? Это вопрос действительно очень интересный. Если брать партию Свободы, там, я даже больше скажу, у ее истоков несколько десятилетий назад вообще стояли люди с прошлым вполне однозначно нацистским. И, так сказать, официальная российская пропаганда, которая, естественно, на щит поднимает антифашизм, победу над нацизмом в Великой Отечественной войне. Почему это делается? Ну, наверное, это по русской поговорке, честно говоря, нашему вору все впору. Поскольку это такая глубинная, что ли, прагматика, вот есть цель. Есть цель ослабить неприятный Европейский Союз, который ввел санкции и так далее и тому подобное. Для этого используем те средства, которые подворачиваются. На самом деле российский режим, вот если на него посмотреть, он не очень-то идеологичен по своей сути. Он на поверхности идеологичен, а в глубине скорее прагматичен. Кто подворачивается, с тем и дружим главная цель достигнуть. Далее в программе. От выдуманных новостей до настоящих пуль, как фейки проникают в реальную жизнь. На страже духовных ценностей президент Путин подписал новую доктрину информационной безопасности. Балтийские страны. Линия фронта в информационной войне между Россией и Западом. Латвия, Литва и Эстония. В этих странах информационное противостояние с Москвой ощущается особенно остро. Все три члены Евросоюза и НАТО, но значительная часть их населения говорит по-русски. Смотрит российское телевидение, читает русские сайты. Перебить влияние зарубежных СМИ непросто. Уже много лет это делает портал Делфи. Его козырь – местные новости, рассказанные понятным языком, в том числе и по-русски. Материал о латвийской редакции Делфи продолжает серию репортажей о независимых СМИ, вещающих на русском языке. Для крупнейшего интернет-медиа в странах Балтии латвийская редакция портала Делфи выглядит скромно. Небольшое офисное здание за пределами центра Риги. Редакция занимает один этаж. Открытое пространство, никаких отдельных кабинетов. Все журналисты и редакторы работают вместе. Справа латышская редакция, слева русская. Анатолий Голубов – один из создателей русской версии портала. Тогда, 17 лет назад, трудно было представить, что именно интернет-СМИ будут главным источником информации для большинства латвийцев. Делфи – это холдинг, под крылом которого работает шесть отдельных редакций в Латвии, Литве и Эстонии. В Латвии, Литве и Эстонии параллельно существуют два информационных процесса. На государственном языке и на русском. В Латвии это разделение особенно ощутимо. Больше 600 тысяч жителей страны – это примерно треть всего населения русскоговорящие. Эти люди чаще смотрят российские ТВ-каналы, читают русские газеты и следят за происходящим в мире на русскоязычных порталах. Из-за этого местные СМИ должны отслеживать, что говорят и пишут о Латвии в России, проверять информацию и в случае необходимости ее опровергать. Например, российский телеканал показал сюжет о том, что в Латвии запретили говорить по-русски. Теперь в Риге без знания латышского туристы из России не смогут заселиться в гостиницу или купить продукты в магазине. С ними просто перестанут общаться. Местные СМИ тут же реагируют. Очнитесь, это ведь полная чушь. Если сравнить латышскую и русскую версию сайта Делфи, они будут сильно отличаться и в подаче информации, и в выборе новостей. Но дело тут не в политике, говорит главный редактор, а в том, что интересы русских и латышей отличаются. Латыши интересуются баскетболом, а русским он неинтересен практически. Латышская редакция вкладывает в это ресурсы редакционные. Мы не видим в этом смысла. Вся официальная информация в Латвии, все пресс-релизы, законы, официальные комментарии чиновников, правительства и парламента поступают на латышском языке. Поэтому опубликовать какую-то новость раньше всех не самое главное. Важно все перевести на русский и разъяснить русскоговорящим читателям, что происходит в стране. Популярность портала редакция отслеживает в режиме онлайн. На специальных мониторах видно, сколько сейчас людей на сайте и какие статьи больше всего читают. Общая аудитория русской и латышской версии сайта – 900 тысяч уникальных пользователей в месяц. Люди, которые заходят на портал из других стран, например, России, Великобритании или даже соседних Литвы и Эстонии, в редакции не считают. Эти пользователи не важны для рекламодателей. Это просто бизнес. Поэтому мы эффективны, если мы можем продавать рекламу. Конкуренция на рынке очень большая. В Латвии есть еще как минимум 11 крупных интернет-изданий, включая общественные СМИ. И в каждом из них есть своя русская версия. Медиарынок сложный, но это заставляет местные редакции постоянно развиваться. Как говорит главный редактор Delphi, это как езда на велосипеде. Нельзя останавливаться, иначе упадем. Среди свежих российских фейков о Прибалтике выдуманный разговор местных президентов с Дональдом Трампом. Русскоязычные сайты наперебой сообщали. Далее Грибаускайте договорилась о звонке избранному президенту США. Но без предупреждения подключила к разговору коллег из Латвии и Эстонии. Трамп как будто бы обиделся и грубо послал наглых прибалтов. Об этом его представительница якобы сообщила в интервью CNN. Однако на самом деле никакого интервью не было. Да и с балтийскими президентами Трамп после избрания не созванивался. Так что очередная фальшивка. Псевдоновость о скандальном звонке позабавила социальные сети не более. Но некоторые фейки не настолько безобидны. Под влиянием фальшивых новостей люди способны на самые невообразимые поступки. Мужчина с автоматом ворвался в пиццерию. Навел оружие на одного из работников. Посетители и работники выбежали. Он выстрелил в пол. По словам полиции, он действовал в одиночку. Никто не пострадал. Он сказал полиции, что проводил собственное расследование. Так называемый Пицца-Гейт. Под хэштегом Пицца-Гейт распространяются невообразимые истории. Как будто популярная в Вашингтоне пиццерия, это центр сети по торговле детьми, организованный Хиллари Клинтон и бывшим руководителем ее компании. Историю распространяло ультраправое движение «Алт-Рай». Это звучит безумно, но многие верят. И приходят к ресторану искать похищенных детей. Это фальшивая новость, но по словам властей, Эдгар Велч из Северной Каролины в нее поверил. Сперва фейковые новости, а теперь и настоящие пули. Фейковые новости с реальными последствиями. Они сидят за клавиатурами и строчат эти гадости, не задумываясь, что кто-то пойдет и что-то сделает в реальности. Нас пытаются отвлечь. Фальшив, чтобы ввести цензуру в независимых СМИ. Нападавший актер. О влиянии фейков на американскую политику и охоте на ведьм в информационном пространстве мы поговорим с журналистом, директором Института Американской прессы Томом Розенстиллом. Большое спасибо за интервью. Невозможно отрицать влияние, которое фейковые новости оказали в этом году на Америку. Что вы думаете об этом феномене? Фейковые новости были важным фактором, но не решающим. Они не ставили цели убедить всех, что фейковые сообщения настоящие. Гораздо более важная деталь другая. Знаете, убедить, что настоящие новости – это ложь. Они играют на цинизме. И когда вокруг так много фейковых новостей, начинаешь скептически относиться вообще ко всему. А в чем секрет фейковых новостей, по вашему мнению? Почему люди им верят? С одной стороны, люди склонны верить историям, которые вписываются в их взгляды на жизнь. Мы даже не запоминаем то, что нам не нравится. Информация как будто исчезает на пути из телевизора к нашему мозгу. И кроме того, люди, распространяющие фейки, не все, но некоторые, работающие на спецслужбы. Они очень умелые. Они проникают в существующие сети, завоевывают доверие и живут в этих сетях некоторое время, прежде чем запускать туда фейковые новости. Вы говорите о спецслужбах, но, несомненно, в Америке хватает поклонников теорий заговора, публикующих фейки ради своих собственных целей. Да, можно выделить две категории таких людей. Одна – это люди, зарабатывающие деньги в социальных сетях. С помощью фейков они привлекают внимание к сотням мелких рекламных объявлений. Это небольшие суммы, но их может зарабатывать и подросток, не выходя из своей комнаты. Кроме того, есть такие порталы, как Brayboard. Это сайт агрессивной политической пропаганды, которым руководит советник избранного президента. И вот такие сайты работают ради политических мотивов. Я не могу не спросить о российском следе. Есть ли доказательства того, что русские стоят за этими фейками? Не превращается ли их в поиск в охоту на ведьм? Я видел четыре больших исследования, подтверждающих это. Мне показывали аналитику, где источники фейков наложили на карту мира. И там были отмечены точки в России, Македонии и в других местах. Америка не единственная цель. Это итальянский референдум. И потом и выборы во Франции, ЕС. ЕС это тоже цель. И это длится годами. Мы видим, как эти фальшивки влияют на настоящую жизнь. Взять хотя бы историю с Пиццегейтом. Каковы шансы, что это больше не повторится? Как я уже говорил, главная цель фейков – поставить под сомнение настоящие новости. Но всегда найдутся люди, готовые поверить в фейки, готовые задуматься, не руководить ли штаб Клинтон сетью по торговле детьми. И тут мы видим второй уровень глобального скептицизма. Когда полиция приехала к пиццерии, сообщила об этом в Твиттере с фотографиями и комментариями, немедленно нашлись люди, заявившие, что это все фейк, это постановка. Один слой паранойи за другим. А как бороться с фейками? Я был на конференции Google на этой неделе, там много об этом говорили. По-моему, наиболее эффективный шаг – это новостные организации, которые должны явно отмечать истории, по которым проводилось глубокое исследование и проверка фактов. Сейчас на сайтах, особенно в соцсетях, расследования перемежаются с комментариями, и читателю довольно сложно понять, что из всего этого заслуживает доверия. И последний вопрос. Какие уроки мы можем извлечь из этой кампании? Будут ли американские СМИ тщательно проверять информацию? Да, проверок будет больше, но эту проблему не решить в одиночку. Большая ответственность лежит на Фейсбуке. Он может сделать для остановки потока фейков гораздо больше, чем любая новостная организация. Также и Google, и Instagram. Все претензии в свой адрес Россия называет несправедливыми. Обвиняет Запад в нападках на свои СМИ и попытках влиять на российскую молодежь. Размывает традиционные нравственно-духовные ценности. Как именно бороться с этим в Москве пока не решили, но информационные угрозы перечислили в официальной доктрине. Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности. Средства защиты от давления на Россию. Ответы на все самые современные вызовы, с которыми сталкивается страна. К росту преступности в кредитно-финансовой сфере, зависимость от иностранных технологий. Ряд зарубежных стран наращивает информационное воздействие на Россию, преследуя военные цели. Не забыли, разумеется, о скрепах. Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь. Затронутые темы нападок на российские СМИ за рубежом. Российские СМИ за рубежом подвергаются откровенной дискриминации. И кроме того, обновленная доктрина призвана не допустить переписывания истории. По своей значимости, это не меньше, чем оборонная доктрина. Понятие кибервойна сегодня фактически становится фактором международных отношений. Информационные войны могут в том числе привести к военным столкновениям, даже поменять в стороне власть. Есть все-таки впечатление, что закручиваются гайки? Есть такое впечатление. Пока информационная доктрина – это лишь программный документ, но вылиться он может в масштабную цензуру иностранных СМИ, нападки на неправительственные организации и ужесточение контроля за российским сегментом интернета, что отчасти уже происходит. Сейчас в Рунете все еще можно говорить относительно свободно. Что именно занимало пользователей сети на этой неделе, в традиционном обзоре расскажет Анна Шаманская. Глава Сбербанка Герман Греф своеобразно отметил Международный день инвалидов. Одетый в костюм, симулирующий инвалидность, в специальных очках и наушниках, не позволяющих ему должным образом видеть и слышать, Греф пришел в отделение банка. Заявив, что его доход составляет 30 тысяч рублей, он хотел взять кредит в 100 тысяч на покупку инвалидного кресла. Таким образом, он хотел проверить, может ли Сбербанк обслуживать людей с инвалидностью. Правозащитница Ольга Романова написала в Фейсбуке, что Греф перевоплотился в простого российского инвалида. Разве что ботинки выдали и журналисты. В Рунете говорят, что Греф инвалид – это только начало. Будет целый сериал. Греф-космонавт в скафандре кредитует из космоса через ЦУП. Греф-пасечник, на голове сетка, в одной руке тарелочка с сотами, а в другой домокур. Греф-рыбачок, соломенная шляпа, удочка и ведерко. Пользователи соцсетей узнали и о других проверках Грефа. Вот Греф в костюме кота, пытается снять деньги со счета в банкомате Сбербанка. Вот Греф Сбербанке в костюме бомжа. А вот он в костюме невидимки пробует взять билет для проезд в общественном транспорте. Пользователь Твиттера заметил, оформить кредит – это одно, пусть теперь попробуют его в костюме инвалида выплачивать. Похожий вывод сделал и другой пользователь. То, что Греф пытается сделать Сбербанк доступным для инвалидов, очень хорошо. А вот что инвалиду надо брать кредит на инвалидное кресло… Помимо костюма инвалида, Рунет обсуждал и авианосец Адмирал Кузнецов, который без боя потерял уже второй самолет. СМИ сообщают, что оба самолета были потеряны из-за обрыва троса аэрофинишера. В Твиттере же высказывают другие предположения. Говорят, бандеровские диверсанты смазали палубу Адмирала Кузнецова украинским салом и Су-33 не смог вовремя затормозить. Говорят, корабельный поп Адмирала Кузнецова в духовной семинарии писал диплом на тему «Молитва как основа крепости троса аэрофинишера». Один из пользователей Твиттера написал, что пилоты Адмирала Кузнецова просто пытаются выложить на дне моря из упавших истребителей фразу «Путин, помоги». Журналист Аркадий Бабченко напомнил, что Эрдоган уничтожил один российский самолет, а Адмирал флота Кузнецов – два. Ну а вообще, заметил другой пользователь, если бы российские самолеты не ныряли в Средиземное море, то там бы сейчас плавали самолеты НАТО. Если шутки в интернете проходят хоть какой-то контроль качества, плохие никто не читает и не комментирует, то юмор от первых лиц государства просто обречен на внимание и аплодисменты. Герои рубрики «Цитаты недели» – Владимир Путин и его мечта. Я хочу успешно завершить свою карьеру. Спасибо. Когда именно он собирается осуществить свою мечту, Владимир Путин не уточнил. А вот кто точно пока не думает о покое и завершении карьеры, так это будущий президент США Дональд Трамп. Тем более, что влиятельный журнал «Тайм» назвал его «Человеком года». «Человек года» по версии «Тайм» – Дональд Трамп. Его выбрали из списка, где также были российский президент Владимир Путин и британец Найджел Фараж. Именно Трамп, по версии журналистов издания, оказал наибольшее влияние на события этого года. «Новому президенту удалось войти в контакт с простыми гражданами и дать отпор политической элите США». На обложке его представляют как президента разделенных штатов Америки. Портрет сделан в Пентхаузе на 66-м этаже небоскреба Трампа в Нью-Йорке. Классический костюм, статичная поза, сосредоточенное лицо. «Человек сильнее других, повлиявший на события. Неважно, хорошо или плохо». «Посмотрите, что сделали в «Тайм». Над его головой рога дьявола. Посмотрите на букву «М». 1938-й, Адольф Гитлер. 1939-й, Иосиф Сталин. 1979-й, Айотуллаху Мейни. «Человеком года» по версии «Тайм» в свое время успели побывать президенты Горбачев, Путин, Обама, Джордж Буш-младший, сделая это аж дважды. И канцлер Ангела Меркель. Теперь настала очередь Дональда Трампа. Посмотрим, оправдает ли он надежды в первую очередь самих американцев, и не в последнюю очередь тех, кто так активно его поддерживал во время всей избирательной кампании. Смотри в оба программы о новостях и тех, кто их делает. О фейках и сенсациях, о невольных ошибках и сознательных манипуляциях. Будьте внимательны и смотрите в оба каждую пятницу на канале «Настоящее время». Увидимся через неделю. До встречи.